Этот экспонат имеет особую ценность – планшет времен Великой Отечественной войны. Возможно, именно им когда-то пользовался наш земляк Никита Кайманов. В этом планшете находился его рабочий лист, а в листе имена и фамилии почетного караула и зода музыканта 131-го пограничного мотострелкового полка. Они встречали и играли гимны на встрече глав большой тройки. Активисты побывали в Москве и смогли поработать с фондами Центрального пограничного музея ФСБ России. Там они нашли новые экспонаты, которыми пополнили фонд. Среди тех фотографий, что были нами привезены, фотографии блиндажа, из которых Никита Кайманов руководил боями. Уникальная фотография Никита Фадеевича датирована 1932 годом, то есть началом его пограничной службы. О подвиге нашего земляка знают и помнят в столице. 5 мая в Москве на улице Осташковского откроют памятную доску Никите Кайманову. Также в Музее боевой славы Никита Фадеевича Кайманова были переданы ценные книги, в которых есть публикации о нашем земляке. Как говорят сами участники экспедиции, все материалы – это отличная основа для дальнейшей исследовательской работы. Работу школьного музея отметили в Москве. За многолетнюю плодотворную исследовательскую работу Музей боевой славы Никиты Кайманова был награжден памятным знаком – 100 лет Центральному музею пограничной службы ФСБ. Аделия Сатарова, Ренат Харасов, Новости НТР.